Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую всех скорпионов по Солнцу и по Асценденту. Январь 2019 года будет для вас прибыльным, рабочим и денежным. 6 числа, а точнее 7 числа января на Православное Рождество случится сразу два очень важных события. Первое. Уран развернется в прямое движение в вашем доме работы. А в Венера зайдет в ваш дом зарплаты с 7-го. Соответственно, кстати, в вашем доме зарплаты, я напомню, у вас Юпитер весь год уже с ноября 2018 года. Соответственно, если у вас станет больше работы, а ее может стать больше, неожиданно больше, неожиданно много, или вообще новая работа у вас появится, или вторая, еще одна работа, более современная, более подвижная, так вот, если это случится, если у вас с работой все будет на ура, уранично, то зарплата ваша повысится. Более того, в новогоднюю ночь с 31-го на 1-е, а именно уже 1-го числа, 1-го января 2019 года, Марс, планета активности, предприятия, предприимчивости и предпринимателей заходит в ваш дом работы. Соответственно, повторюсь, работы у вас станет больше, вы станете более активны на работе, вы станете больше работать, даже если работы не прибавится. Может быть, работы станет настолько больше, что у вас прибавится помощников по работе, ярких, активных, огненных. Вы будете наполнены энергией, и эту энергию вы будете направлять прежде всего на труд, на служение. Если вы не в работе, не в карьере, если, например, домохозяйка, то здесь бытовые вопросы потребуют от вас быть активной труженицей. Здесь же, в шестом доме у нас уран, поэтому, возможно, какое-то резкое прибавление домашних обязанностей. Снова-таки, да, то есть обязанности, у вас прибавляются работы, у вас прибавляется. Но по урану это может быть достаточно легкий труд или необычный какой-то труд. Также это дом здоровья и дом организации распорядка дня. Поэтому, возможно, вам придется резко пересматривать распорядок дня в связи с тем, что у вас увеличились нагрузки на работе, либо же вы занимаетесь здоровьем одновременно с тем, что работаете. Может быть, вы работаете над собой, очень вероятно, вы начали резко заниматься, да, резко лечиться, к примеру, чем-то воздухом. Бегать начали, к примеру, по утрам. Очень хорошее время для вас. Я понимаю, что это январь, поэтому, ну, можно бегать и зимой, и вы живете по всему миру, поэтому, может быть, когда у меня январь, у вас лето, смотрите, пожалуйста, на свою ситуацию, время заниматься работой, работа над собой, работа по дому, работа служебная ваша, которая, где вы служите. И здоровье, здоровье, и еще раз здоровье, следите, пожалуйста, за здоровьем, остерегайтесь острых, колющих, режущих предметов, чтобы все было с этим хорошо. Следите, пожалуйста, если вы особенно работаете в медицине, если вы медик или вы повар, то есть вы непосредственно имеете контакт с острыми, стальными, железными предметами, будьте осторожнее, аккуратнее. 5-го числа Меркурий заходит в ваш третий дом. Если вам нужно чему-то подучиться, начинайте, пожалуйста, учебу, вот уже прямо с начала года, какие-то курсы непродолжительные. Если вам нужно посетить братьев и сестер, хорошее также время с 5-го января по 24-го января. Если вы хотите приобретать автомобиль, прекрасное время, также весь январь. В конце января у вас домашние дела актуализируются. Здесь, я думаю, по той причине, что Венера вместе с Юпитером будет в вашем доме денег и зарплаты, то, вероятнее всего, денег у вас будет очень много, и вы, скорее всего, решите провести какой-то ремонт дома. Может быть, вы решите купить дом или продать дом, или какие-то земельные вопросы начнете решать, вкладывать. Вы будете вкладывать деньги, скорее всего, если не в дом, то в любую другую недвижимость. Если не в недвижимость, то какой-то бизнес, который вы осуществляете у себя на дому. Может быть, и работы у вас станет больше дома, не домашней, а именно какого-то вашего труда, который вам, ваша прибыль дополнительная. Будете брать работу на дом, или будете подрабатывать, может быть, кому-то ходить домой подрабатывать, репетитором, или ремонт кому-то проводить. Очень хорошее время для вас, это конец января, 20-го числа солнце на месяц, заходит в ваш дом дома, семьи, родни, родов. И 24-го сюда заходит Меркурий, поэтому, если вы хотите съездить к родителям на малую родину, с 24-го числа наступает хороший для этого период. Если вы занимаетесь куплей-продажей недвижимости, также с 24-го числа хороший для вас период. По такому Меркурию к вам могут и гости приезжать, к вам могут приезжать ваши родители, или вы будете приезжать в гости к родителям, гостить. Ну и самое главное, конечно же, дорогие скорпионы, месяц январь – это месяц солнечных затмений, точнее, одного солнечного затмения и еще одного затмения будет лунное. Солнечное затмение случится 6-го января в знаке зодиака Козерог, а лунное затмение произойдет 21-го января в знаке зодиака Лев, практически уже в Раке. Поэтому, дорогие мои скорпионы, обязательно смотрите мой экспресс-гороскоп на январь 2019-го года по солнечному и лунному затмениям. Я там рассказываю, от чего нужно избавиться, чтобы вам было дано что-то новое в январе. Что-то новое всегда дает солнечное затмение, но, конечно же, вам нужно постараться, вам нужно потрудиться. Как минимум, поставьте лайк этому моему гороскопу, поделитесь им с друзьями, будьте щедрыми. Помните, что ваш кошелек будет шириться, когда вы будете щедры, когда вы умеете делиться. В Юпитере в вашем втором доме повышайте самооценку, Венера в вашем втором доме любите себя. Однако, больше всего в январе месяце могут сыграть именно затмения. А по ним вам нужно успеть утвердиться в статусе, чтобы ваша жизнь стала легче, проще, быстрее и прибыльнее. Посмотрите, пожалуйста, мой гороскоп о затмениях. Ссылочку найдите в описании и в моем комментарии. Делитесь своими впечатлениями в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Желаю вам всего доброго, будьте добры, всего доброго.